Спокойные будни маленького солнечного Благовещенска Кажется, ничто не должно нарушить нашей спокойной жизни Но, к сожалению, последствия ковида стали суровой действительностью для наших жителей Кто-то переболел сам, кто-то потерял близких Кто-то до сих пор борется с последствиями заболевания Одна из возможностей защититься – сделать вакцину Мы решили спросить у наших горожан, как они относятся к этому вопросу Будете ли вы делать вакцину? Да, конечно, обязательно А почему вы считаете это нужно? Ну, чтобы окружить своих родных, чтобы они не заболели У нас в том, что внучки есть, маленькие внуки А вы уже сделали или только собираемся? Нет, собираемся, потому что, видите, немножко приболело, не могу сделать сейчас У меня пока нет отвода, потом будем делать обязательно Будете ли вы делать вакцину? Нет Почему? Не хотим Времени нет Да, конечно, буду И считаю, что обязательно нужно вакцинироваться Тем более при нынешней ситуации Будете ли вы делать вакцину? Ну, не считаю нужным Почему? Потому что антитела есть, сдавал Нет, не сделала А собираетесь? Не знаю, думаю, пока Сомневаетесь или что? Пока сомневаюсь А в чем сомнения? Не знаю, мало испытаний, наверное, прошло, поэтому сомневаюсь Слушала передачу с Кобеевой И выступал главный вирусолог Да, и он Ему задали вопрос Вы будете делать вакцинацию? Он говорит, нет, не буду Все, как это так? А он говорит Во-первых, прошло всего два месяца И неизвестно, что будет Аргумент Делали я бы вакцину? Нет Нет, собираетесь? Собираюсь Да? Ой, отлично А почему решили все-таки Приять такое решение, чтобы сделать? Ну, не знаю Сама решила так, для себя Что нужно уже То есть-то будешь ли ты делать прививку, да, или нет? Ну, скорее всего, буду делать А почему все-таки тогда склоняешься к варианту? Ну, потому что без нее уже никак То есть везде ее требуют В салонах красоты, везде Ну, я не буду делать прививку, потому что Изначально у меня были антитела У меня изначально уже был иммунитет То есть у меня переболела вся семья Даже вплоть до того, что бабушка лежала два месяца в реанимации И я как бы с ней до этого сидел И тем не менее я не заболел вообще То есть у меня это никак не прошло Я сдавал анализы, у меня коронавируса не было выявлено И поэтому я не вижу в этом смысла Также в нашем городе работают мобильные пункты по вакцинации от ковид Каждый может подойти и проконсультироваться А главное принять правильное решение Именно там работают настоящие профессионалы Узнала случайно, листая ленту ВКонтакте Вот, буквально в часов 5 вечера И решилась, сразу присмотрела информацию о прививке Какая-то прививка Все, прочитав информацию, сразу решилась Потому что идет сейчас обастренная такая ситуация у нас Все это прогрессирует Ну, как бы надо себя обеззаражить Да, как бы иметь защиту иммунную Поэтому семья, дети, как бы на это и решилась работать Ну, я считаю, лучше привиться И подстраховать свою жизнь, свою иммунную систему Вот, потому что болезнь это очень-очень плохая И приводит к смерти Очень много людей отнеслись к ней, как бы Ну, несерьезно, поэтому имели поражение легких 80%, 60% И умерли в молодом возрасте Мы решили спросить мнение у специалиста Заслуженного врача и почетного гражданина нашего города Яковлева Николая Ивановича Когда началась эта пандемия То я буквально с первых дней решил, конечно, сделать прививку Почему? Потому что в истории человечества Есть целый ряд болезней Которые были ликвидированы у меня благодаря прививкам Чума, оспа, холера, энцефалит Потому что если бы эти прививки не делались Как это было в старые древние времена То от этих болезней погибали миллионы человеческих жизней Ну, я вот говорю, во-первых, я прививку сделал первую в январе В конце января, вторую в феврале Вот, два раза, наверное Да Вот И, в общем, в принципе, особых изменений в состоянии здоровья я не заметил Почему? Потому что наша отечественная вакцина Она очень даже эффективная И особых побочных явлений не вызывает Бывают, конечно, исключения По которым некоторым лицам прививки делать нельзя Но это не только при этой инфекции Вот, допустим, непереносимость, выраженная аллергия Или какая-то тяжелая болезнь, которая протекает с частыми обострениями Поэтому, конечно, здесь обязательно надо делать прививку после консультации с врачом Поэтому я полагаю, что самое главное Это, конечно, сейчас, соблюдая все меры приосторожности После консультации с врачом сделать прививку от этой пандемии Каждое из мнений имеет место быть Принимать решения только вам Главное, чтобы вы опирались только на факты, а не на слухи И помните, вы несете ответственность не только за свое здоровье Но и здоровье окружающих Я, как молодой педагог, нахожусь в большом окружении людей И должна позаботиться не только о своем здоровье Но и о здоровье своих воспитанников Поэтому я сделаю прививку И уверена, для меня это правильное решение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!